В этот солнечный февральский день мы отправляемся по льду Финского залива на форт Татлебин. Строительство форта началось в 1897 году под руководством военного инженера Аполлона Алексеевича Шишкина. Изначально проект имел название «Форт А», а по окончанию строительства ему было присвоено имя «Граф Татлебин» в честь известного русского фортификатора Эдуарда Ивановича Татлебина. В 1904 году строительство было закончено и началась установка орудий и прочего оборудования. Общая площадь помещений – 7213 квадратных метров, длина укреплений – около 600 метров. Форт имел телеграфное и телефонное сообщение с Кронштадтом. Русско-японская война в 1905 году внесла свои изменения в облик и оснащение форта. Началась его перестройка, тем самым увеличив время строительства. Военному ведомству форт был сдан в 1913 году. Форт имел свою пекарню, лазарет, библиотеку, прачечную баню и аптеку. Также была церковь, ледник для хранения продовольствия и кинотеатр. Тогда на форте служило около 700 человек. Форт имел канализацию, водоснабжение, керосиновые генераторы для производства электроэнергии, а также систему вентиляции. В Первой мировой войне и в Гражданской войне форт не участвовал. После Великой Октябрьской революции форт был переименован в Первомайский. В 30-е годы форт отремонтировали и построили пулеметные противодесантные капониры. Впервые в боевые действия гарнизон форта вступил в Советско-финскую войну в 1939 году, поддерживая наступление войск на Карельском перешейке. В Великую Отечественную войну форт участвовал в обороне Ленинграда, Кронштадта и Сестрорецка. В 40-е годы был оборудован дотами, наблюдательными пунктами и противовоздушными зенитными орудиями. Уже после войны в начале 50-х годов производился ремонт и модернизация форта. Однако уже в конце 50-х гарнизон форта был расформирован, и военные покинули форт. С 1990 года крепость была признана памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. КОНЕЦ Входим в форт с восточной стороны. Справа видна верхушка арки. Это вход в ледник. Слева основные укрепления. Поднявшись наверх, видим оружейные дворики и множество вентиляционных труб. Двигаемся от восточной стороны форта, и когда дойдем до конца, то будем смотреть уже на юг. Это наблюдательный пункт. А внизу мы видим остатки офицерского корпуса, построенное в 1925 году. А в царское время офицеры жили в деревянных домиках. КОНЕЦ Основные орудия форта могли вести огонь на 18 километров. Внизу ровной полосой виднеется волнорез. В 1909 году кронштадтский крепостной артиллерийский полк имел четыре роты и насчитывал около 700 человек, а также телеграфисты, врачи и чины, обслуживающие генераторы и прожекторы. В имевшейся на форте церкви был священник. А вот одна из вентиляционных шахт. Не все они оснащены такими перегородками. Позже мы увидим, чем они кончаются внутри. Субтитры создавал DimaTorzok Это наблюдательный пункт, а рядом, скорее всего, устанавливались зенитные орудия в Великую Отечественную войну. Субтитры создавал DimaTorzok Это шахта прожектора. Прожектор располагался на площадке и опускался вниз. Здесь мы видим люк для подачи снарядов к орудию. И тут же внутри кранцы первого выстрела, откуда подавались снаряды для первых выстрелов до подачи боеприпасов из погреба. Через эти люки подаются боеприпасы из погреба. Музыка 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 Такими тоннелями соседние оружейные дворики сообщаются между собой. Музыка Музыка Эта дверь ведет на боевую улицу. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вот и сама боевая улица. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Так изнутри выглядит шахта прожектора. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Еще одна командирская будка. А это шахта 8-дюймового орудия. Видно, тут когда-то было ограждение. Внизу видим ДОТ противокатерной обороны. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Снега тут много. Добавил субтитры DimaTorzok 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 А это шахта, по которой поднимались снаряды из ранее показанных стеллажей и пороховых погребов по особым подъемникам к орудиям Добавил субтитры DimaTorzok 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 Входим в помещение, которое, возможно, было баней или просто помывочной. На полу и стенах плитка. Плитка шестигранная, необычная, возможно еще царских времен. Идем сквозь казематы, которые, кстати, не все сообщены друг с другом. Иногда очередное помещение заканчивается стеной. Хочется думать, что это печь и тут что-то вкусненькое готовили. Субтитры подогнал «Симон» Мы на главном причале форта. Справа на волноломе видим дот противодесантной обороны. А это главный вход с флагштоком. Надписи не оригинальные, а восстановленные. Будем считать, что так оно и выглядело. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Последний взгляд на форт Посмотреть успели не все, но пора возвращаться Скоро начнет темнеть Субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok